Всем здарова, гайз, с вами Кэтэш в студию, и сейчас я бы хотел поговорить на тему процессора, а именно про анпарк. Если вы не знаете, что такое анпарк процессора, объясняю. Анпаркинг процессора это не разгон вашего ЦП, а просто выставление его на полную мощность. Неанпаркнутый процессор будет работать на процентов так 50 от своей мощности, а уже после анпаркинга будет выдавать все 100% и ваш фпс также будет выше. Вот например, до анпаркинга в игре было 100 фпс, а после анпаркинга будет 160-200. Потому что ваш процессор будет работать на всю мощь, как и должен. Хочу сразу вас предупредить о том, что это не разгон процессора. Конечно, разгоном в своем роде это можно назвать, но нет. Разгон процессора это когда вы заставляете его работать больше чем на 100%, а анпаркинг это просто выставление его мощности на 100, так как после установки операционной системы он работает не на всю мощь. Так вот, чтобы оптимизировать наш процессор для игр, нам потребуется сначала нажать кнопки Windows Plus R и вписать в выполнить msconfig, после чего у нас откроется вот такое окошечко. Здесь главное, чтобы не стояла галочка безопасный режим. Если она у вас стоит, убирайте быстрее. Далее заходим в дополнительные параметры и видим галочку число процессоров. Жмякаем на нее и выбираем максимальное допустимое. У меня это к примеру 8. У вас может быть меньше или больше, ну или же так же как у меня. Также проследите, чтобы вот эти галки у вас были сняты. Или сняты? Короче, убрано. Нажимаем ОК, применяем и выходим без перезагрузки. Сделаем ее в конце. Второй шаг, наверное, самый главный. Программа Quick CPU, о которой многие из вас уже могли слышать из моих роликов. Скачиваем ее и устанавливаем по ссылке в описании из моей группы ВКонтакте. После запуска вы сможете здесь увидеть работу ваших ядер процессора. Нам понадобится вкладка Power, в которой вы должны выбрать вторую сверху максимальную производительность. Снизу расположены три ползунка, которые и отвечают за анпарк процессора. Нам надо поставить все три ползунка на 100%. И все это дело применить. Не бойтесь, ваш компьютер ни теоретически, ни практически сгореть не может. Потому что, это повторяюсь, анпарк, а не разгон. Теперь заходим в системный монитор от имени администратора и слева ищем вкладку «Особые». После чего кликаем два раза левой кнопкой мыши. Здесь у вас должно быть все пусто. Если что-то есть, удаляйте. Жмем правой кнопкой мыши по пространству и нажимаем «Создать группу сборщика данных». Тут мы называем ЦП и ставим нижнюю галочку. Ставим первую галочку и жмем «Далее». Теперь нам нужно нажать на кнопочку «Добавить» и у нас откроется такое окно, которое долго грузится. Ищем процессор, нажимаем на него и выбираем в нижнем окошке самую большую цифру. У меня это 7. У вас может быть либо меньше, либо больше. И добавляем. Далее вкладка «Процесс» и ищем в ней счетчик потоков. И тоже добавляем его. Жмем «Ок» и должно все получиться как у меня. Далее, далее и готово. Жмем на ЦП правой кнопкой мыши и запускаем его. Все. Закрываем и радуемся жизни. У меня в диспетчере задача скорость процессора была 3.4, а стала 3.7. И на коробке процессора у меня написано 3.7. Значит, все сделано правильно. Ставьте лайк, подписку, колокол и комментарий. Всех поцеловал, обнял. Пока-пока. Пока-пока.